Всем привет, с вами Мимико, я продолжаю про Хейдастан и Лизиантейл, и сразу же хочу вам сказать, что я немножечко сейчас лоханулась с записью, но благо вы ничего особо не пропустили, дело в том, что я решила с той точки в кладбищенской нашей любимой локации, я решила телепортироваться все-таки в этот лагерь лунокровных и получить здесь недостающие себе навыки, либо камень резонанса, либо еще что-нибудь, чтобы все-таки потом смочь все секретки забрать из других локаций, прежде чем игра не закончилась, и надеюсь, что она у меня все-таки резко как-то не оборвется, и я пойму, когда я смогу уже вернуться. Так вот, я загрузилась в локацию, здесь был традиционный переход в другую главу на этом красивом фоне, глава номер 5 называется «Легенды», вот, к сожалению, именно вот этот момент телепортации вы пропустили, мне очень жаль, я приношу свои извинения, но больше ничего не пропущено, хотя бы кроме этой красивой картинки, как по мне. Собственно, мы прибыли в этот лагерь, здесь уже, смотрите, как все очень ярко, и... черт возьми. Стой, кто идет? А, это вы. Мои извинения, Витрарин, пожалуйста, проходите. Прямо здесь очень ярко, и воздух очень горячий. Меня забавляет, когда сами НПС не могут с первого раза запрыгнуть, но, кстати, войск достаточно много, и это прям круто. Генерал Угайо не поздоровится. Надеюсь. Мы приветствуем вас, Сэн Митрарин. Подготовка к войне почти окончена. Что значит путь без пламенного света? Я вижу здесь все эти лампы, но у них нет огня. Это и есть путь без пламенного света? Да, так и есть. В древние времена лунокровных знали под другим именем. Мы жили в великом обществе, называемом Синдак, и мы обладали знаниями, чтобы следовать пути без пламенного света. Располагайся, да, это займет некоторое время. Мы, Синдак, использовали силу, подобную которой никто в этом мире не видывал. Мы устроили сложные приспособления, которые похожи на эти лампы, которые разгоняли тьму так же, как искры. Видимо, что-то пошло не так, потому что нам все равно приходится разводить огонь каждый раз, когда даст истает карту. Даже вот такой мелочи есть подоплека, прикольно. К сожалению, древние легенды не говорят о том, как Синдак пал. Это знание было утеряно, возможно, намеренно. Все, что мы знаем, это то, что наш вид был признан сгоями, и это продолжается уже множество поколений. Долгое время мы верили, что лунокровные были единственными, кто знал о пути без пламенного света, но мы ошибались. Когда генерал Гай начал зачистку, ходили истории об их оружии, истории о сложных хитрых изобретениях, которых, казалось, бросали вызов естественному миру. Оружие, похожее на оружие Синдака, что встречается во многих древних рассказах. О каких видах оружия мы говорим? Стрелы, созданные из света, машины, парящие в небе, словно птицы. И мы должны бороться с этими штуками при помощи ваших ламп? Я не говорю, что будет легко. Но как всегда. Однажды я тебя предупредил, помнишь? Да, и ты был неправ. Так, это все оставшиеся солдаты. У вас наверняка есть другие солдаты. Генерал Гай всегда доводит дело до конца. Его войско истребили практически всех здешних лунокровных, остались только мы. Как вы рассчитывали победить с такими малыми силами? Никак. Именно поэтому мы создали Миссан Минтрарина. Ты даст, переломишь ситуацию. Ну хорошо. Никакого давления или чего-нибудь в этом духе? Да. А тут мы в безопасности? Генерал Гай знает об этом месте? Боюсь, что уже знает. Что? Как? Один из наших следил за вами с самого начала вашего путешествия. Торговец по имени Сэрот. Ага! Снова, что тут жуткий торговец был одним из вас. Как лунокровные так спокойно действовали в диких землях? Он умный бизнесмен. Ведет дела в нужных местах. Солдаты Гай отвернулись от купца взамен на бесплатные товары. Однако, никакие взятки не могли скрыть того, что Сэрот помогал вам найти нас. Итак, Гай нашел это место. По вашему мнению, сколько еще времени у нас есть на подготовку? Боюсь, что немного. Главная цель компании Гай – стереть нас с лица земли. Как только он узнает о нашей главной крепости, он пошлет все войска, которые имеет и уничтожит нас. А чем я могу помочь? Хорошо, я сейчас здесь, и могу я чем-то помочь? Нас слишком мало. Нашего главного инженера, Санджина, проблемы с системой обеспечения нашего лагеря. Когда сможете, идите и поговорите с ним. Я уверен, он объяснит, что делать дальше. Кроме того, что-то случилось с нашим разведчиком, Киром. От него не поступало отчетов уже несколько часов, но из-за подготовки к бою мы не смогли собрать нормальный поисковый отряд. Он патрулирует к востоку от лагеря. Попробуйте найти его. Так, ну окей. Окей. Сразу же много заданий. О, Джинджер! Джинджер? Джинджер? О, Даст, это ты? Да, всего лишь я. Ты в порядке? Со мной все будет хорошо, просто о многом можем подумать. Даст, Джин, или ибо ладно, береги себя. Даст, Джин. Слушай, по поводу Джина. Да? Какой он? Он был очень добрый. Невероятно добрый. Мне он уже нравится. Да, он так влиял на всех, кто его знал. Я предпочитаю думать, что из-за этого ты принес все это добро жителям Авроры и Матфата. Уверен, Джин приложил к этому руку, либо это мой выбор. А я не знаю, на самом деле, отвечать. Чтобы ее не расстроить. Ну, можно пошутить на это же, как самоирония, что Джин приложил к этому руку. Давайте это ответим. Ара постоянно испытывал меня. При каждом решении он говорил, что, наверное, я выбирала, что Джин или Касси. Полагаю, они оба пытались повлиять на мои действия. И ты слушал Джина? Да. Трудно не обращать на него внимания. Ну, он такой, не так ли? Или, по крайней мере, он был таким. Его больше нет, Джинджер, или он таким и остался? Блин! Я не хочу девушку расстраивать. Давайте он таким и остался. Нет, Джинджер, я думаю, это была права с самого начала. Мне кажется, что Джинджер живет в моих поступках. Он ведет меня, направляет направленный путь. Но как же твоя вторая половина? Касси, Билл, мою семью даст. Уничтожил мою деревню, убил моих друзей. Как ты можешь контролировать такое ужасное существо? Я ощущаю его присутствие при каждом смахе клинка Арха. Я считаю, что старейшина был прав. И без него я бы давно был повержен. Но Джин... Джин мешает ему захватить контроль. Тем не менее, пока Касси живет внутри тебя, всегда есть опасность. Ты в любой момент можешь встать на путь зла. Не буду врать. Я чувствую, как он уговаривает меня выбрать быстрый и легкий путь. Оставить слабых самим себе и не знать пощады на своем пути. Возможно, однажды ты избавишься от его мерзкого присутствия. Может быть, однажды. Но сейчас он мне нужен для того, чтобы одолеть Гая. Другого пути нет. Кстати, мне интересно, может быть, под конец где-то будет бой между Кассием и Джином? Будет очень мило. Я знаю. И тем не менее, я рада, что мы смогли поговорить, Дестер. Я тоже, Джинджер. Не волнуйся, я мигом обернусь. Будь осторожен. Но самое прикольное, что она получается... Ну, сейчас не является сестрой-то. Так. О, какая милая музыка здесь. Санджин. А, ты как раз в ории, Митрариум. Меня зовут Санджин. Можете считать меня... Да, он инженером. Полагаю, это верный термин. Старейшина сказала, что тебе нужна помощь? Да, именно так. В пещерах внизу мы оборудовали машинный зал для обеспечения лагеря энергией и водой. К сожалению, здесь эссимическая активность отключила обе системы, и теперь нам надо запустить их вновь. Сейчас я сильно занят приготовлениями к битве, поэтому весьма ценной помощью с твоей стороны будет спасти отсюда и проверить обе машины. Конечно, Санджин. Я взгляну. Спасибо. Когда ты туда спустишься, тебе нужно будет перезапустить генератор и водокачку. Нам нужно, чтобы обе системы работали, иначе у нас не будет шансовы стоять против генерала Гая. Окей. Ой! Меня прям туда вкинуло, я бы сказала. Безапелляционно. Бессердечно. Жёстко. Просто взяли и кинули. Пойдёмте направо. Чуды, не пойти направо. Не, парень, сначала мы уйдём с этой штуки, а потом, да, потом делай со мной что хочешь. Ой, какие-то мы слишком сильные, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот вам ещё огонька немножко. А вот это надо бояться, я думаю, да? Лава не очень полезно влияет на стропьи. Ух, как. И там ещё, смотрите, выше прям. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Э-э-э-э-э. Я ни при чём. Я-я ни при чём. Ребят, вы-вы-вы сами решили сгореть. Вот. В общем. Э-э-эм. Да. Ой. А-а-а-а. Это был проход назад. ауч не ну слушайте немного у меня забирает эта жизнь у нас видимо какая-то прям бронебойная броня у нас сейчас снежный костюм с костюм для защиты владельца от отморожения так защищает от атак врагов это классно я очень боюсь обморозиться в лаве поэтому костюм меня очень сильно защищает от ожогов вот вот всем рекомендую такие костюмы когда вам грозят ожоги обязательно это прям маст хэв не так это водокачка на ход и удивительно что она остановилась тут все заросло лозой я не хочу рисковать и сломать насос пытаясь срубить эти лозы может есть способ их выжечь ну да великолепно похоже это смогло прекрасная работа фиджет прекрати заставляешь меня краснеть ей а ну и типа все да то есть там мы уже возвращаемся обратно быстро я бы сказала очень быстро интересно где здесь а вижу смотрите оба ой ну ладно так я вообще не плела где там на самом деле секрет в той локации ау кто придумал эти передвижные все устройства в его его зачем именно так как сделали просто мне хочется взглянуть в лицо этому горе инженеру потому что ты чудовище ты реальное чудовище а вот и генератор давайте попробуем вновь его запустить я не чувствую энергию которая должна сходить от этого устройства даст может быть есть способ вернуть ему искру фиджет отлично фиджет теперь энергия поступает в лагерь честно фиджет что бы я без тебя делал невероятно все еще бродил по в горах за пределами авроры подожди что я хочу сказать не волнуйся хорошо генераторы водокачка снова работают давайте вернемся к санджина что-то странно реально очень простое место что ли отказалось такое но а вы я вижу ключ я вижу ключ окей 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 следующая до локация сверху а ну да да мы же здесь тогда все не долазили не обыскали великолепная работа митрари теперь когда система подачи энергии воды снова работает мы можем удержать наша позиция так солдат гая сегодня вы спасли много жизней ну прекрасно а где сундук я хочу сундук или или знаете можно даже не сундук можно сразу же мне навык какой-нибудь дать я считаю что заслужил вот съедим пока вот эту еду старенькую слабенькую мы же получается фарм или много в прошлых локациях и у нас это еда прям скопилось в количестве опа а еще выше не ты ничего не слышал нет но все-таки она где-то здесь блин я не понимаю может быть внизу может быть мы что-то изучим такое что наконец-то сможем вниз через эти ветра проходить то что были такие места где я по моим ощущениям именно вниз должна была уходить через них что за звук такой странный был ой потрясно лавки королевского краба мантия из магмы укреплена невероятно прочным обсидианом наскор вечного рассвета допустим хлопок окей ну что новенькая броня на крат с меня с этим странным куском страны гуще но зато секретку здесь забрали кстати о нет да смотри это пропавший часовой что здесь произошло что такое там что-то с молнией отчет кира отчет кира утренний доклад как обычно местное существо доставляет разведчикам кучу проблем если бы тут постоянно все не горело то было бы проще я должен стоять на посту но я не вижу и не слышу ни души конечно мне показалось что я слышал голоса с востока но наверное это просто мое воображение они невидимы и они выглядят как мы но они прозрачные мне наверное придется обратно вернуться да мне интересно у них всех какая-то сущность плохая живет или почему так происходит ну получается часового нашли а куда дальше идти я без понятия ай 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 да нет же во место блин припрыгивать еще каждый раз надо великолепная работа метрарин теперь когда системы а странно ладно старейшина боюсь у меня плохие новости мы нашли кира но он попал в засаду солдата в гая и у него не было шансов тогда это уже началось даст у нас почти не осталось времени пожалуйста помоги санжену вновь починить систему обеспечения нашего лагеря без них у нас будет мало шансов на эффективную защиту кажется санжен снова восстановил работоспособность генераторов насосов и все это благодаря вам без сомнений теперь когда в лагерь вновь подается энергия и вода мы будем лучше подготовлены к сражению в ходу за раненым благодарю даст я верю что мы подготовились как только могли если враг у наших ворот то у нас нет другого выбора кроме как начать нападение наши воины собравшиеся на краю лагеря ждут чтобы ты вел их возьми этот желтый камень резонанса даст используя его для открытия ворот благодарю тебя старейшина за все чтобы не случилось сан митралин знаю что для меня большая честь стоять перед тобой он огромный последует за тобой до самой смерти а теперь иди даст и даст удачи надо сохраниться я надеюсь что мы не к файл батлу какому-то идем потому что ну еще рановато так помню мы только пришли в эту локацию еще не успели вдоволь настрадаться зато этот камень резонанса у нас есть и в принципе ту секретку я бы смогла сейчас открыть ой ребят мы хотя бы непрозрачные в отличие от вас еще прыгают кстати вот достижением было одно где надо парировать когда у тебя остается 10 процентов хп я постараюсь потом его сделать интересно будет как посыпался то потому что на них одних тоже можно неплохо нафармить хитов хоть тело бы убрали так сохраняем похоже мой секрет раскрыт да честно говоря не такой уж это и секрет и так все это время пазанами наблюдали можно сказать и так для уверенности в вашей хорошей подготовке к путешествию и ничего более хорошо мы ценим твою помощь я рад мой друг если тебе что-нибудь понадобится дай мне знать так ну что нам нужно нам конечно же обжаренная галби почувствовать себя невероятно удовлетворенной вкуснейшей жареной говядины ху 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 блин говядинка люблю да и лапки королевского краба какая милота не отрежьте себе пальцы чистить надо детский кулон немного маловато кулон святого кулон безумца столько прям кулонов очень 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 много так но мне нужно старая продать наверное так что-нибудь я еще могу ему отдать новенького нет не могу окей вон там воины собираются а метрарин ну и скорость как ты видишь наш путь из лагеря заблокирован что-то вроде камнипада очень неожиданно да такое бывает когда строишь свою деревню на луканических пустошах в любом случае нам надо убрать это препятствие иначе мы не сможем выйти из лагеря посмотрим что я смогу сделать не ну там типичный взрывной камень камон нам нужен фрукт нам нужен фрукт ух ты сколько еды насыпалось сколько вас и там ключи еще были причем еще один ключ куда мне столько мариновать высаливать реально очень много ой-ой-ой ой-ой-ой я наверное что-то сделала не так в своей жизни да определенно и вот опять вот здесь вот эта фигня не не понимаю здесь прям все на этих гейзерах это же наверное стоит лучше гейзерами называть да то есть я прям чую что у нас раскрытие будет этой загадки с ними уже наконец-то скоро и мы сможем прыгать пора бы уже ауч 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 странно что здесь сделает такой дворец опа получен насильный прыжок находясь в потоке воздуха нажмите для ускорения сильную вверх о май гад да да ну сколько ребят сколько я этого ждала вот этого вот вот этого вот умения наконец-то ну мы кстати можем взять и телепортироваться дальше куда-нибудь а опа в общем зря я раньше мучилась с этими секретками оказывается все намного проще ух ты друг спасен привет ты очень странный я не знаю откуда ты но плюс один друг тут должна быть шутка про то что хотя бы где-то друзья да ха-ха-ха ха-ха-ха перескакивает тут подбери запрыгивай вот я не буду я принципиально не буду запрыгивать окей все ты берешь и запрыгаешь ну ты и трус реально фу выглядишь как я на деле никто ты никто ты ничтоже струн а я как всегда очень добрая а учат чуть-чуть это как-то да помните в старой локации с грибочками пещера керамон были вот эти вот камушки падающие вот это вот вот то же самое тоже фигня мне кажется что ему по кругу прошлись хотя нет вот так come on ну зачем ты мой фрукт лопнул все прекрасно начинаем атаку мы прямо за вами сэр митрарин да 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 мне нужен камень телепортации вот теперь у меня точно все есть как по мне мы пойдем сейчас фармить старые локации до конца как минимум парочка камней нужно все я готова а потом мы пойдем уже туда в атаку так карта мира телепортироваться пещеры лес так но по логике нам нужно что-то сделать со снегом да поэтому мы пойдем сейчас гору black тут очень много мест которые я я не зачистила да пойдем пойдем к ним ухты уровень отлично предлагаю фиджет да снова качнем фиджет я так понимаю что мы в целом все навыки сможем прокачать поэтому в этом огромный плюс красивая конечно и музыка приятно в этой игре так вот туда да я могу ключ а это что это что такое а а двигат так стоп стоп это что-то что это выкат а куда куда мне надо то что я пытаюсь найти в майказ типа из одной двери пройти в другую так это мы вернулись обратно поэтому забрались на крышу поэтому идем по видимости по верхней этой крыши слева так и все допрыгнула о так Так, еще выше, если то это. Ага, здесь не получится. А я сейчас с этой стороны. О, мой гад. Это странно все. Это при том, что... О, мой гад. О, мой гад. О, мой гад. Ребята, это было дико. Это было очень странно. Ну, ладно. Единственное, что есть нюанс, что мне теперь обратно возвращаться тоже. Подобным путем. Это странно. Ну, а обратно быстрее. Прямо я бы сказала в разы. Обалдеть. Вот секретка, так секретка. Это было очень неожиданно. Но это классно. Ну, как бы слева что-то есть, да? Но... Туда никак не попасть. Так, ну он нам ничем не поможет, конечно. Вообще не имею ни малейшего понятия. И здесь уже переход в другое место. И здесь переход в другое место. Везде переход в другое место. Камон. Сколько у вас здесь мест? Сколько всего везде понапрятано? Здесь огромное количество секретов. Сейчас я на этой локации попробую найти все. И... Тогда уже будет виднее, что там дальше делать. Видимо, как-то назад пойдем, наверное. А, вижу сундук. Сундучок я вижу. Тут. Даже два. Ой. Так, ну прекрасно. На этой локации все собрано. Камон. Давайте даблджамп. Вот. Все. Отлично. Ну мы, в общем-то, пришли сейчас, куда нам надо, походу. Именно в эту зону, где пол ломался. Да, да, да. Надо было зайти с другой стороны. Просто там чуть-чуть провалиться. Прикольно. 101% завершен? Здесь не ровно 100%, ребят. Лол. Так. А, ну да, ты же со мной больше не будешь разговаривать. Да, да, да. Возьми. Но больше ты не зачем мне нужен. Так, вот здесь непонятно. Ауч. Вау. Я прям на днище упала. Так, ну мне все равно, мне интересно, подли... Лифт, я сказала. Во. Тоже мне. Ладно, давайте сюда направо, потом вверх будем подниматься и вернемся. Так. Парирование на 10% хп. Давай, побей меня, пожалуйста, хорошенечко. Я тебя парирую. Чтоб попасть не можешь теперь. Ну, камон. Раньше у тебя с этим проблем не было, парень. Муж сохранится на всякий случай. Ключи же все-таки собрали. Да. Это нас чуть-чуть совсем подхилит, но не намного. Ай! Слишком сильно швыряешься. В хрен знает куда. Давай еще. Еще! Еще! Куда? Куда ты побежал? Что это было? Бей! Нет, это не ачивка, так что давай еще. А вот теперь ачивка. А вот теперь ачивка. Удобнее всего на таких больших монстриках, конечно, фармить ее. Потому что, ну, банально парировать легче. Но я думаю, это очевидно. Так, с и вот это... Ауч! Ауч! Вот это место хочу проверить. А куда телепорт? Вау! Ой, нет! Вышли за пределы. Значит, не тут. Я бы уже, на самом деле, потолки бы чекала. Потому что... Непонятно зачастую где, что. Поэтому... Нужно будет и таким заняться потом, в будущем. Ага, и мы возвращаемся снова, собственно, к телепорту. Окей! А если налево пойти? Там же можно налево. А здесь выход из локации. Значит, надо вниз. О... 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 Да ладно! Да ладно! Холодильник? Серьезно? Серьезно? Интересная машина, способная содержать в холоде вещи, которые кладут в нее. То есть, это был реально холодильник. Ё-о-о-о... Охренеть! Ну это маленький, бля... Смотрите, какой холодильничек! Очень мило. Так, сохраняемся. Я думаю, что, кстати, на этом, наверное, пожалуй, мы закончим на сегодня прохождение. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, если понравилось. И... Жду вас. Всем пока-пока. До встречи.